здравствуйте мы продолжаем совместный проект сайта слухи и факта и кабельного оператора intercom tell под названием политическая кухня сегодня я алексей мошкевич принимаю на этой кухне ну самого наверно главного политического кашевара области губернатора михаила меня здравствуйте михаил александрович сначала спрошу вас про реформу правительства которую вице-губернатор смирнов который вот в прошлой передаче сидел на этом месте назвал тонкой настройкой вот почему в этой тонкой настройки участвует такой тонкий тонкий слой людей у вас кончилась скамейка запасных все но вы знаете на самом деле с точки зрения скамейки запасных я напомню что буквально в первый год когда я прибыл на территории ивановской области я запустил проект приглашение молодых ребят советниками губернатора на разные другие должности максим поляков самое яркое было так максим поляков александр лодыжкин который теперь начальник управления аналитического владимир калинкин который теперь начальник правового управления у нас в правительстве то есть вот уже три фигуры которые выросли именно придя ко мне в правительство без каких-то знакомств не опираясь ни на чью поддержку просто пройдя вот определенный отбор кастинг если хотите да и определенную экзаменовку и но они должны подрастать но дальше мы проводили подобного рода подбор молодежи и постепенно люди растут и мы их поднимаем сейчас на уровне заместители руководителя департаментов и постепенно через них вот растим смену нынешним руководителям что касается сегодняшнего дня то я считаю что вот принцип ротации он вполне допустим принцип ротации используют руководители многих достаточно успешных регионов такая как белгородская область например применяет этот подход если говорить о странах снг то в казахстане это очень распространенная конструкция то есть чтобы не засиживался да потому что безусловно когда один руководитель находится постоянно на одном и том же месте то у него зашоривается взгляд у него он начинает обрастать какими-то связями какими-то людьми и начинает просто достигать своего пика поэтому сейчас когда освободилось место одного рукой для департамента то мы сделали вот такую конструкцию и при том я хотел бы отметить отдельно то что два главы пришли на правительство это тоже я думаю правильный импульс и для глав администрации и вообще считаю что вот человек поработавший на земле он немножко по-другому смотрит на какие-то процессы общеобластные это полезный полезная вещь ну вот при этом департамент экономического развития возглавила бывший риэлтор продавец недвижимости оксана баройна это констатация того что у нас промышленности больше нет и область такой сплошной торговый центр ну во-первых оксана начинала действительно свой трудовой путь вот с этой работы но потом она работала и в крупной строительной компании и у нас правительство уже работает три года то есть она уже и после бизнеса и обрела определенный и управленческий опыт именно в рамках государственной службы но поверьте вот пройдет некоторое время и я думаю что я здесь не ошибаюсь мне так кажется по крайней мере этот человек очень цепкий очень въедливый человек который может системно выстроить работу немножко по-новому потому что у меня глобальных никаких претензий к предыдущему руководить вы ее назвали лучшим безусловно это так безусловно за весь этот период времени сколько я руковожу область это уже почти восемь лет скоро это безусловно светлана давлетова была лучшим руководителем но я я просто почувствую что она уперлась уже свой поток нужно нужно ей придать новый импульс чтобы она занялась другими задачами а сюда пригласить нового человека поверьте для того чтобы руководить департамент экономического развития не нужно разбираться в самом производственном процессе тех или иных предприятий которые у нас открываются на территории области и не не нужно приезжая на жбы и знать как формуется бетон с помощью вибростенда понимаете или как на нашем который мы надеюсь ближайшие дни откроем на к долгожданном электрометаллургическом комбинате получается конкретная продукция я имею ввиду арматура да то есть знания нужны больше административные да для того чтобы организовать процесс сопровождения инвестиционного проекта процесс принятия или неприятия предложения по льготам для того или иного предприятия и смотреть внимательно за тем как размещаться производительные силы будут по области и так далее здесь я думаю больше важны вот такие знания потому что поверьте я знаю очень многих руководителей с очень нахмуренными бровями с серьезным видом я производственного красного директора как с нулевым выхлопом абсолютно с нулевым выхлопом которые не смогли даже даже скоординировать как бы действия своих подчиненных то есть то что это хрупкая женщина это не о чем не говорит поверьте ну дай бог тогда к другому департаменту вот до вашего прихода в регион у нас вообще не существовало такого понимания как понять как внутренняя политика не было департамента внутренней политики и честно говоря это как-то его появление оживила такую политическую жизнь и когда им руководили им руководил там сергей пахомов или максим поляков все понимали чем он занимается и чем делает вот последнее время такое ощущение что о департаменте вспоминают только тогда когда из него кто-нибудь очередной раз уходит дело в новом руководители или у вас как у руководителя правительства поменялось отношение к этому ну во первых у нас немножко поменялась конструкция управления этим сектором жизнедеятельности нашего региона потому что теперь у нас есть вице-губернатор который курирует это направление в том числе помимо руководства аппарата и он же напрямую курирует альберты короленко который как руководитель департамента ведет всю техническую работу осуществлять непосредственно руководство этим департаментом я и не думаю что этот департамент должен быть постоянно в публичной плоскости хотя у него есть определенный сектор направления это взаимодействие с общественной палатой это взаимодействие с партиями с партиями с национальными диаспорами и с другими общественными организациями религиозными организациями которые являются но достаточно публичными и здесь у меня вопросов нет они работают взаимодействуют но я думаю что здесь там большого как бы пиара самого ведомства как такового я думаю необходимости нет ясно вот сергей пахомов последнем интервью журнала 1000 экземпляров региональной политики сказал цитируя вся система поменялась и могу сказать что центр выработки решений был здесь то есть в основе областной думе вас не обидела вот такое его разделение ролей как бы он вас вот немножко даже мне показалось отодвинул от региональной политики но я думаю что он сакцентировал внимание на том что он все-таки секретарь политсовета партии единая россия и все-таки у нас партия имеет сегодня большинство как в региональном парламенте так и во всех муниципальных парламентах и конечно мы принимаем решение опираясь на это большинство и все принятия политических решений мы конечно пропускаем через этот что называется фильтр да поэтому я думаю сергей это имел ввиду это вполне логично то есть вы не делитесь за первенство я думаю не имеет смысл делить эту конструкцию я думаю мы не давали повод кому бы то ни было говорить о том что здесь какие то есть недопонимания тогда еще один такой вопрос кадровый в регионе новый начальник у мвд и по слухам его так долго не назначали на эту должность вот не появлялся новый начальник что областное руководство вашем лице в лице сергея пахомова долго продавливали на эту должность сначала римского потом курулева пришел новый начальник римский так тихонечко куда-то слился в академию курулев уволен достаточно громко то есть все ваши протеже ушли как складывается отношение с новым начальником значит сразу хочу сказать я понимаю что ваш интернет ресурс называется слухи и факты можно себе отказать я да я обычно обычно слухи не комментирую но в данном случае раз уже представляете этот ресурс который является соавтором этой программы хочу сказать что не какой необходимости в лоббировании кого бы то ни было на этот пост абсолютно у нас не было и практики такой нет мало того скажу что на всей территории российской федерации практически нету случаев когда того бы то ни было из заместителей начальников у в д или гу в д назначали руководителями в том же регионе в том же регионе вот такой такой принцип в принципе вообще отсутствует потому что римский с курулевым бы они не обречены даже стать они даже не могли претендовать не то что кто-то занимался отстаиванием этих кандидатур потому что этого это в принципе невозможно в системе мвд потому что переместиться из региона в регион с позиции там 2 на позицию 1 это вполне возможно а это то что о чем вы говорите про это просто не физически невозможно поэтому это действительно слухи которые формируют люди не разбирающиеся в вопросе а с александр дмитриевич у нас сложились это очень хорошие отношения рабочие отношения человек с опытом ему сейчас непросто очень непросто входил в регион новый регион новые люди я стараюсь ему максимально помогать это моя обязанность а с чем на ваш взгляд связаны вот такая закрытость то есть он не хочет общаться со сми и через сми с обществом какая-то у него лучше спросить и они здесь у вас не был на тем разговор ну мне кажется что вот мы недавно вместе с ним проводили встречу с диаспорами в доме национальности мне показалось что он абсолютно человек нормальные по именно в части общения с людьми я думаю что нужно быть понастойчивее наверняка он согласится пообщаться и дать какое-то интервью ну я-то воспользуюсь вашим советом да но вот в уанской области в июле и в августе особой популярностью пользовалась фамилия хироян вы свое отношение к мамой и к тэлману высказали я не буду лишний раз спрашиваю высказал но и показал реальными делами да 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 ну то есть все то я считаю что в этом деле надо ставить точку вот именно в этих в этой фамилии да у меня другой вопрос насколько логичным кажется вам на этом фоне то что дмитрий кастерин вот прямо практически после этих событий лишился приставки и и стал начальником гибдд ведь это при нем выдавались 404 номера по его приказу полицейские гибддшники патрулировали в одиночку улице не без его я думаю участие в ранних стычках каких-то братьев отпускали и о чем сейчас говорит весь город и вдруг этот человек становится полноценным начальником как вы к этому относите вы знаете все таки когда мы говорим про какое-то ведомство мы должны в первую очередь говорить про руководителя ведомства и я и сейчас говорю и ранее неоднократно заявлял в том числе и публичной плоскости то что прежний руководитель гибдд ивановской области брусочкин александр александрович но не на мой взгляд не соответствовал своей должности и было там масса вопросов я еще раз повторю что публичное говорил вы были противником назначения был я была открытым противником его назначения и к сожалению меня александр юрьевич забегалов тогда не услышал при том там сам брусочкин планировал вроде уходить потом передумывал постоянно вот какие-то у него были колебания хотя отношение к нему было уже в том числе и со стороны наших граждан абсолютно неоднозначные и ему нужно было конечно вовремя уходить тогда бы он сохранил свое реноме свою репутацию был бы шанс у него сохранить но он меня не услышал тогда и вот забегалов александр юрьевич меня не услышал сейчас предъявлять претензии к системе которую выстраивал брусочкин а не кастерин предъявлять претензии к кастерину я считаю наверное неправильно я думаю что непосредственно начальник увд он разберется с этим вопросом и думаю наведет в этом подразделении порядок люди безусловно ждут наведения порядка в этом подразделении это я с вами абсолютно согласен ну тогда другой вопрос вице-губернатор виктор смирнов на прошлой передаче очень ловко ушел от моего вопроса о двуглавости муниципальной власти когда его спросил о том что вот по моей информации недавно в цифрового проходила совещание начфинов и они в один голос плакали что вот надо ликвидировать институт глав именно глав потому что ничего кроме безумных расходов муниципалитетам он не принес вы как вот к этому сейчас относитесь и не мешает вот вам это вы знаете на сегодняшний день я не вижу то чтобы эта конструкция серьезно вредила там нашему бюджету например потому что все равно содержание там районного совета либо городской думе в любом муниципальном бюджете предусматривается но выросла выросла безусловно выросла но не мне на не в разы так скажем да это первое второе то что большая проблема о которой говорит говорят очень часто это то что появляется определенное противостояние между головой и главой администрации но вот когда эта тема обсуждается многие аналитики забывают сказать самое главное почему она возникает и почему она не возникает большинстве случаев в ивановской области потому что многие регионы оставили избранность всенародную главы они избран избираемость как у нас из состава совета человек который получает мандат от непосредственно избирателей то есть глава и когда рядом с ним появляется сити менеджер глава администрации он начинает воспринимать сити менеджера как своего председателя правительства потому что он начинает говорить о том что по конституции российской федерации источник высший источник власти это народ тогда ты будешь его изволен выполнять мои знаешь поручения а прокуратуру потом по тем решениям которые ты с моей подачи на принимаешь будешь ты бегать есть есть вот такой и мы с видели эту конструкцию у нас в ивановском районе еще в прошлые годы именно вот так именно с подбеганием прокуратуры сити менеджеры который подписывал соответствующие документы как децпредседателя значит мы пошли по другому пути и по правильному пути то есть у нас нету всенародно избранного головы люди избирают местный парламент и из его состава уже человек избирает он понимает что он конечно облечен доверием всего населения но через депутатский корпус у него уже нету такого карбланша и здесь четко просматривается конституционный принцип разделения властей ну вот все таки то есть вот понимаете что еще хотел бы сказать вот есть много стран с развитыми демократиями где такая конструкция работает даже если и глава избирается но у них очень большой уже опыт я вам демократии традиционно уже столетиями я наверное как-то вам рассказывал что еще будучи депутатом государственной думы мы приехали в германию и с делегацией там по обмену опытом и в том числе по функционированию местного самоправления и к нам вышел мэр города у него очень солидная цепь городской знак такой очень представительный мужчина и я наивно начал ему задавать вопросы про хозяйство про хозяйство значит а он у переводчика значит пытается сказать о чем мне спрашивать я не я не этим не занимаюсь этим не занимаюсь я бы ну как же он же мэр он говорит нет у нас же есть сити менеджер который занимается а это глава города он возглавляет совет они вот они делят деньги они делят бюджет и вот они я на черт что же самое острое вас на повестке дня стоит а вот у нас есть инициатива изменения въездного знака в город вот год идет дис острейшая дискуссия между парламентскими фракциями на тему каким как вот изменить въездной знак в город то есть принцип вот такой он есть во многих развитых демократиях и везде он работает просто здесь нужно очень последовательно работать и конечно аккуратно но вот я об этом как раз в этом ключе хотел задать следующий вопрос вот глава города это все-таки такая такой политик пусть данный журнаном уровне вот почему на ваш взгляд вячеслав сверчков никак не прокомментировал и не отреагировал на ситуацию вот вокруг ситуации с фироянами сложившегося у него закончилось платное время на барсе или там он боится как-то в разрез с вами пойти ведь когда там морсон строили на пушки но очень активно но вопрос опять не ко мне к голове города я не готов за него отвечать но насколько я знаю он берет на себя смелость политические вопросы какие-то комментировать я здесь я предлагаю просто вам напрямую задать этот вопрос я думаю он с удовольствием придет к вам если не на эту передачу то на интервью в ваш журнал или сайт нет он сказал что не пойдет на эту передачу он не пойдет как он сказал у себя в думе на передачу на которой еще не были губернатор и председатель думы хотят еще шам теперь еще тогда все-таки про выборы они у нас идут в регионы вот все-таки мой традиционный вопрос не кажется ли вам что любая партия которая во главу списка ставит паровозов она заведомо врет избирателям вот врет нет нет дело в том что вы знаете все таки губернатор который избирался на пост губернатора при поддержке партии да я напомню что именно партия представляла меня президентом и так далее здесь конструкция такая мы сейчас не обсуждаем там кому нравится эта партия кому не нравится сегодня правящая партия единой россии завтра будет какая-то другая партия например да значит но сегодня так сложилось что вот люди голосуют так вот вот что делать да значит и я хочу сказать то что наверное будет нечестно если я буду отходить в сторону и как-то знаете говорить о том что а вот моя поддержка мой рейтинг чуть выше я не буду с вами наверное это неправильно я но ведь вы не единственный паровоз там и фамины хазбулатова а это та команда в исполнительной власти которая работает и очень хочется в партии посмотреть вообще отношения к этим людям которые проработали много лет вот что-то реально делали вот как как люди оценят то что делалось последние там 6 для них это такой праймерис публично в том числе праймерис безусловно потому что вот здесь как раз мне кажется мы еще честнее поступаем то есть мы уже показываем тех людей которые вот реально вот что-то делают либо делали в думе либо делают правительстве ну давайте дайте оценку мы просим этого дайте оценку других то вы не пускаете порулить немножко чтобы они тоже выставили представителей других партий я имею ввиду в правительство порулить ну как у нас без низкого был членом справедливой россии во вторых но он уже далече тот же калинкин например который правовое управление возглавляет он член правого дела например так что я не думаю да я не думаю что у нас так уж мы одиноки без других партий но если говорить честно то все-таки я сторонник того что правительство было собрано из единомышленников потому что в парламенте должны быть дискуссии парламент должно быть местом для дискуссии а не правительство потому что в правительстве у меня принцип очень простой я выслушиваю все стороны выслушиваю точки зрения и разные варианты решения и здесь у меня полнейшая демократия в подготовке решения а потом я его принимаю и здесь начинается мой тоталитаризм это правильный способ работы ну вот сейчас вот компания избирательная подходит к концу как вы оцениваете шансы единой россии также как пару месяцев назад я не могу сказать но опираясь на те опросы которые мы имеем поддержка гораздо выше я думаю что активность она дала свой результат и не могу задать такой вопрос вот есть тема на которую сейчас говорят все особенно чиновники вот чиновников правительства да вот я приезжаю в район все глав все говорят все говорят о том что после сентябрьских выборов михаил мень покидает регион это уже даже не обсуждается все обсуждают только то кто будет новым губернатором валерий иванов или соответственно еще кто-то александр фомин или юрий смирнов кто будет нашим новым губернатором сентябре но вот сразу хочу сказать что восемь лет я работаю уже в ивановской области и каждый какой-то вот пиковый период выбора в областной в государственную думу меня обязательно провожают так активно еще ни разу не провожает и каждый каждый раз очень активно разные информации приходят значит все все подобные слухи формируются людьми которые не разбираются в вопросе не было еще за историю современной россии такой практики чтобы у нас губернатора того или иного региона посредине срока брали и переводили куда-то на другое место работы вернее они были но они были единичными да там надо было накосячить ну я имею виду там сергей семёнович собянина до которого который перешел в правительство из губернатора да и в общем то если процессы происходили то когда они как правило происходили когда завершался завершался срок как правило как завершался определенный цикл да то есть у нас впереди плотной работы два года так что в пятнадцатом году станет на повестке дня этот вопрос я буду опираться на поддержку президента на поддержку наших людей на поддержку правящей партии и если на личный что называется драйв да личное желание если эти факторы все будут складываться начиная с поддержки президента значит тогда я пойду на следующий срок если не будут складываться значит я буду работать другом месте а сейчас об этом не имеет никакого смысла говорить два года в политике очень большой срок я думаю сейчас кто-то вдохнул спокойно кто-то может быть напрягся да ну что ж спасибо михаил александрович это все я напоминаю что сегодня у нас в гостях был губернатор ивановской области михаил александрович мень я алексей мошкевич с вами прощаюсь а михаил александрович сейчас в рубрике по скриптум я надеюсь что нибудь очень важное нам еще скажет до свидания кухни нольте настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в нольте кюхен улица октябрьская 12 я хотел несколько слов сказать о благоустройстве наших городов вот почти восемь лет уже работаю и с первого дня я начал заниматься этим вопросом я знаю что большинство жителей области мне благодарна за то что я всколыхнул эту тему я знаю что многие люди действительно реально включились в борьбу вот с загрязнением наших городов но к сожалению мы постоянно все равно видим особенно каждую весну это очень характерно проявляется то что люди продолжают бросать мусор на улицу недавно я вот осуществлял с детьми велопрогулку по ивановскому району проехал в лес и тоже честно скажу был серьезно расстроен мы здесь можем сколь угодно обвинить власть губернатора главу района единую россию кого угодно но гадим то мы с вами мы жители ивановской области и конечно я вот хочу воспользоваться возможностью и еще раз обратиться к людям давайте давайте как-то любить все-таки свою малую родину давайте любить свою страну давайте не будем в нее гадить это очень не украшает нас это действительно создает вот ощущение неопрятности некрасивых наших вене него некрасивости наших городов и я думаю что это можно будет победить только переломив определенные настроения внутри каждого из нас давайте займемся этим делом и попробуем выйти на другой уровень мы уже сдвинулись серьезно в этом деле но мы еще далеки от серьезного уровня который мы хотели бы и и